Мы продолжаем слово Страстной Седмицы. Главное оружие дьявола, как тогда в борьбе со Христом, так и во все времена, была совокупность страстей, сластолюбия, славолюбия и сребролюбия, о которой мы говорили вчера. Однако для верной победы мало объединить врагов под общим знаменем ненависти. Нужно еще найти черевоточину в кругу друзей и доверенных лиц. Мировая история не раз свидетельствовала о несостоятельности общественного мнения. Общество практически всегда в большей или меньшей степени ошибается. Это также доказывают и многие сюжеты из Священного Писания, главный из которых – осуждение Господа на смерть. Но несмотря на многие исторические факты, общественное мнение продолжает быть решающим аргументом для многих индивидуумов. На подсознательном уровне человек считает, что большинство не может ошибаться. Для многих это аксиома, который не требует критического рассмотрения. И вот в связи с этим за общественное мнение борются во всех сферах государственной жизни. Его успешно применяют политики для своих побед на политической арене, его используют маркетологи для захвата финансовых рынков и многие иные. Поведение толпы, в принципе, занимает особое место в исследовании психологов. Группа людей – это особо единый организм, который имеет свои особенности психологические, отличные от поведения индивидуума. Одна из главных особенностей масс – это повышенная внушаемость и пониженная степень критического мышления отдельного человека. То есть, если сказать проще, в среде толпы даже неглупые люди теряют способность рационального мышления и приобретают мышление массы. А это мышление, в свою очередь, можно легко сформировать одним ярким призывом. Например, как сделали первосвященники крича «распни, распни его». И этот призыв легко был поддержан всем народом. Психология масс отчасти может объяснить абсурдность поведения иудеев, которые торжественно встречали Господа в Иерусалиме, а спустя несколько дней просят распять его. Но это объяснение не будет исчерпывающим, если нам не вспомнить еще одного человека, который, подобно иудеям, любовь ко Христу сменил на ненависть. Слыша имя этого человека, мы плюемся. Этим именем мы клеймим наших обидчиков. Однако умные люди учатся на ошибках других. Мотивы действий Иуды были присущи как народу иудейскому, так и всем, когда-либо предавшим Христа. Потому нам стоит обратить пристальное внимание на человека, ставшего учеником Христа, подобно всем нам, христианам, но предавшего его, отчего да опережет нас Господь. Вникая в поступок Иуды, станет ясно, что не только меркантильное чувство руководило им. Евангелисты пишут, что Иуда отправился к первосвященникам с прямой целью предать Христа, а не получить денег. Награда же ему была предложена самими первосвященниками, поскольку этот человек обрадовал их, облегчая их задачу. И пошел Иуда из Кариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему серебреники. Через награду в тридцать серебреников первосвященники символично указывали на то, кем для них был Христос – беглый раб, потому что именно столько давали за них. Раб в древнем мире был вещью, а беглый раб считался испорченной вещью. Если перенести это понятие на образ современности, то Христос для первосвященников был не более испорченного предмета, годного только для продажи на рынке поддержанных вещей. Переводим на наши деньги, тридцать серебреников – это зарплата за четыре месяца работы с невысокой должностью. Исходя из среднего уровня зарплаты, на данный момент времени общая сумма выйдет около тысячи условных единиц. Награда весьма небольшая для человека, желающего обогатиться на крови. Из всех этих свидетельств видно, что Иуда не столько желал денег, которые он, кстати, потом и выбросил, как смерти своего учителя. Самое это предательство и все поведение, каким оно сопровождалось, обнаруживает в Иуде непоколебимую ненависть ко Христу. Он действовал без всякого сожаления быстро и уверенно. Но откуда же развилась эта ненависть в ученике, три года проведшем со своим учителем? Причиной предательства Иуды, которое олицетворял народ иудейский, было крушение надежд, связанных со Христом. Иудеи веками ожидали Мессию, который бы вернул им былую славу царства Давида. Но это были их ожидания. Это была их воля и их желания, которые не совпадали с промыслом Божьим. Христос не стал царем земным, тем долгожданным Мессией. Более того, он все время усиленно боролся с этим предрассудком, предупреждал их, увещевал об этом. Но его не хотели слышать. Когда же Иуда наконец это осознал, то почувствовал себя обманутым, считая, что три года своей жизни провел со лжецом. Тогда-то он и решил отомстить предательством Христа за односмерть. Итак, вот она причина ненависти Иуды. И это же причина ненависти всего народа и его обращения, столь резкого после праздника Хода Господень в Иерусалим, до Пасхи. Образ Иуды весьма поучителен для всех нас. Ведь не Христос обманул его, а собственные планы и желания, которые он связывал с Богом. Поэтому он, как и весь народ, в упор не слышали Христа, часто говорившего им о том, что он неземной царь. Основная трагедия этого человека, как и всякого, теряющего веру в Бога, именно в желании изменить Господа в соответствии со своими представлениями. То есть не свою жизнь подстроить под волю Божью, а наоборот волю Божью подчинить на служение себе. И вот когда человек укрепляется в таком нечестии, то вскоре с лютой ненавистью может предать Христа, не воплотившего его планов и надежд. Дорогие братья и сестры! У веровав в Бога нужно уметь вычеркнуть все наши иллюзии, которые мы рисовали себе о Господе, и научиться познавать Его волю и промысл от Него же самого, а не от своих фантазий. Проще сказать, нужно научиться слушать Бога. Иуда не умеет слушать Бога, и в этом его трагедия.